МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы слушаете радио Крымреали. С вами Александр Янковский. Напоминаю, что с понедельника, с 4 сентября, нас можно будет слушать ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на частоте 105,9 фм, но на 105,9 фм уже круглосуточна. То есть все 24 часа в сутки с вами радио Крымреали. Самые свежие новости, самые актуальные темы для обсуждения, ну и самое экспертное мнение по поводу тех событий, которые происходят на полуострове. И причем вы сами можете определить темы наших программ, если напишите нам, либо, значит, это можно сделать либо в социальных сетях, либо зайти на сайт, сайт Крымреали и написать нам сообщение. Либо можно звонить непосредственно в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем эту нашу программу. Крым в центре внимания. Если просто жить на территории полуострова в режиме дом, работа, кинотеатр, магазин, школа, детский садик, рынок, то можно и не заметить смены флагов. Можно и не заметить того, что люди оказались в заключении. Можно не заметить того, что люди пропадают на территории полуострова Крым. О пропавших людях, о тех, которых ищут родственники, несмотря ни на что, которые люди, которые пропали и 3, и 2, и год назад. Сколько их пропавших на территории полуострова Крым после российской аннексии украинского полуострова. Вот об этом мы поговорим в течение ближайших 23 минут. В августе к Международному дню жертв насильственных исчезновений медийная инициатива «За права человека» и общественная инициатива «Крымсос» провели пресс-конференцию по теме пропавших без вести активистов. С момента аннексии Крыма в 2014 году на территории полуострова исчезли 44 украинца. К насильственному исчезновению 38 из них имеют отношение оккупационной власти, заявляют украинские правозащитники. По словам координатора общественной инициативы «Крымсос» Тамилы Ташаевой, 17 украинских граждан освободили, двоих осудили и они отбывают наказание, а еще шестеро были найдены мертвыми. Большинство исчезнувших – крымские татары. Сообщается, что подконтрольная Россией прокуратура Крыма открыла 4 уголовных производства по факту исчезновения на территории полуострова украинских граждан. Нацполиция Украины – 42. За три года Крым потрясла серия резонансных исчезновений, среди которых пропажа участников протестов против военного вторжения России на полуостров Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова. Их судьба остается неизвестной. Еще один активист, который выступил против аннексии Крыма Ришат Аметов, пропал в начале марта 2014 года. Аметов вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров Крыма, где был похищен самообороны. В конце месяца он был найден мертвым со следами жестоких пыток. Последнее исчезновение произошло в прошлом году. В Бахчисарае был похищен член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, исполняющий обязанности председателя регионального Меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его дальнейшая судьба остается неизвестной. Сто слов по теме. Ну такая вот ситуация. И я скажу так. Если мы не будем об этом говорить, то вы точно об этом вряд ли где-то услышите на территории полуострова. Но вот крымские СМИ, насколько нам известно, делают, крымские медиа, большинство, которые контролируются российским руководством, практически не говорят ничего по поводу пропавших на территории полуострова. Говорить мы сегодня будем об этой проблеме с Абдуришитом Джипаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдуришит, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить, но на сегодняшний день, насколько эта проблема вообще является публичной и известной для крымчан, на ваш взгляд? Вот насколько крымчане знают, что на территории полуострова пропадают люди? Ну, скажем так, я вчера был в Симферополе, был в одном из больших магазинов, там был крымский татарин, ну, как бы он консультант-родовец, и он, узнав меня, подошел и стал об этом расспрашивать. Я к тому это говорю, что все-таки это, видимо, актуально, и не пускается суть, чтобы всегда об этом узнать. Вот, и где-то вот так. А насчет актуальности, прошло после Ервина больше года, после других ребят там еще побольше, но при этом актуальность для нас не теряет эта проблема. Как бы, по мере того, как уходит время, ну, не означает, что мы об этом забываем, и, в общем-то, это все забывается в самом деле. По вашим данным, осуществляется ли расследование в отношении пропавших? Со стороны... Да, со стороны Российской Федерации. Как будто бы, ну, они делают вид, что расследуют, но, в самом деле, мне кажется, они тщательно раскрываются и следы. Вот, а в самом деле, расследований как-то такого нет. Я знаю по своему опыту, у меня пропал сын и племянник, я как-то был вовлечен в это дело. И, как пострадавший, ну, я понял, что они их не ищут. У вас, какие у вас есть методы воздействия на органы России, которые занимаются расследованием? В принципе, абсолютно никаких. Просто мы можем где-то там опилировать на общественность, на что угодно, но при этом как-то воздействие на них не получается. Ну, а вот письма, допустим, там, вышестоящие органы, чтобы дали отчет о том, как они вообще, что они делают, как производится расследование. Обращались ли вы? Если обращались, то были ли ответы? Какие эти ответы? Ну, скажем, опять же, из моего опыта, вот уже скоро будет три года, как пропал, или нет, не пропал, а был похищен мой сын и племянник. 27 сентября будет три года. Мы делали всякое, и, в общем-то, понятно было возбуждение дела. Мы как-то там нас приглашали и допрашивали. Вот, потом дело приостановлено было, опять возобновляли, и потом опять приостановляли, опять возобновляли под воздействием правозащитников, но при этом, в общем-то, нам ничего не известно, хотя бы на шаг дело не продвинулось. А был ли у вас опыт общения с российскими правозащитниками? Потому что, насколько я понимаю, вот эта ситуация, в которой оказались сейчас крымчане после 2014 года, она не новая для территории, которую контролирует Россия. Вот что они советуют делать в этой ситуации? Ну, подключились правозащитники, и давно есть люди, которые занимаются пропавшими похищенами. Они ведут свое расследование. Вот, в принципе, они стимулируют возобновлению или, скажем, продолжению этих вот дел, этих расследований российских правоохранителей. Вот, они ищут, они занимаются скрупулезными этими делами. У них, видимо, уже, невидимо, а в самом деле большой опыт в этих расследованиях. Они занимались на Кавказе, и не только на Кавказе, в общем-то, теперь у нас. И они хорошо, в самом деле, работают. Абдуришет, скажите, пожалуйста, а вот есть ли позитивный опыт в их работе? То есть, имеется в виду, был ли позитивный результат? Вот удавалось ли им сделать так, что находили пропавших людей или похищенных людей? В общем-то, мы с ними долго и недолго, а часто общаемся по этому поводу. Мы, конечно, это просто задаем, чтобы для себя тоже наставили какие-то шансы и настраиваться на позитивный результат. Но не так часто этого не бывает, но как будто бы есть, да. Они кого-то находили. На Кавказе было такое у них. Я напоминаю, что у нас на телефонной связи координатор объединения, отец одного из пропавших, Абдуришет Джапаров. Абдуришет, есть еще такой вопрос. Скажите, на сегодняшний день, я так понимаю, что последние исчезновения, они были зафиксированы в прошлом году. То есть, можно ли говорить о том, что происходит уменьшение, ну вот, не знаю, снижение такой опасности или нет? Или вот по вашим личным, может быть, ощущениям, что такая опасность, опасность у людей, опасность быть похищенным на территории полуострова, она все равно сохраняется? Ну, пока на полуострове контролирует Российская Федерация, опасность всегда существует. Опасность всегда существует, потому что мы знаем, что где Россия, в частности, вот Россия у нас в Крыму, пока еще, я надеюсь, при этом опасность, конечно, существует. Опасность существует и похищение, и нападение на жилища, и, в общем-то, есть такая опасность. Правда, да, после ревенок работами ничего такого не было, но у нас нет гарантии, что не будет, ну, не знаю, там, через час, через год, когда-нибудь еще. Потому что я помню, что в 2014 году, в октябре, в 2014, когда было совещание СПЧС с президентом России, он обещал, не обещал, и не сказал, что такого не должно быть. А раз он сказал, что не должно быть, то долго времени такого не было. И потом пошли опять серии почищения. А вот, знаете, Абдуришит, многие крымчане успокаивают себя тем, что если я не буду высовываться, если я буду просто молчать, буду делать вид, что ничего не происходит, не буду никуда писать, не буду ничего делать, то со мной ничего подобного даже и близко случиться не может. Вот что бы вы сказали таким людям? Ну, в общем-то, совесть и невысовесть могут все равно идти, если им это нужно. Поэтому здесь как бы думать, что если они устроятся, они туда не обращаться, и будет все хорошо, это неправильно. Наоборот, таки, когда что-то случается, они пытаются это скрыть, потом с ними это все продолжается еще и еще раз скучается. Поэтому я недавно был в Ленинском бою нашего Крыма, там семьей было плохо и плохо, их домогали, свои родственники долго, они об этом не сообщали, не сообщали, и, в общем-то, они не переставали к ним, ну, переставали буквально, и на улице, и приезжают домой, и все. И потом, когда они сказали, что мы будем консультировать, теперь мы уже консультируемся у правозащитников, и как мы обращаемся, они стали выяснять, к кому обращаются, и после этого как будто подкрепилось все. То есть, публичность, она дает определенную пользу для того, чтобы прекратились, по крайней мере, вот такие там, ну, не знаю, там, домогательства, да, или попытки давления. Ну, публичность, в принципе, нас не спасает. У нас в глубинке России намного хуже, а вот у нас, как-то, мы очень публичные, коммуникациями, изо всех коммуникаций, поэтому нас это спасает. То есть, вот в таких случаях, когда пропадает человек, да, в первую очередь, получается публичность, в первую очередь, да, максимальное разглашение этого факта. Ну, опять же, я возвращаюсь к своему опыту, когда у меня похитили сына, я первое, первое, что я сделал, я, в общем-то, сбросил информацию в соцсети, после чего стал обращаться во все там, ну, органы, которые нужно обращаться. Это в самом деле работало. Я помню, когда я сидел уже в полиции, и когда они стали замечать, что идет и идет в соцсетях, и я видел, как на глазах меняется их работа. Они тут же, скажем, стали созвать все, кого нужно, и, в общем-то, активно работали. Понятно. Спасибо. Абдурешид Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, отец одного из пропавших в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалия. Вам силы терпения, дорогой Абдурешид. Мы продолжаем нашу программу, программу Радио Крым Реалия. С вами Александр Ленковский. И напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию с пропавшими на полуострове. Далее будем говорить с Максимом Прокоповым, начальником отделения расследования прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день я понимаю, что прокуратура находится, Автономной Республики Крым находится в Киеве. Тем не менее, как продвигаются расследования в отношении пропавших граждан Украины на территории Крыма? Спасибо за вопрос. Я вам скажу, я дократно уже говорил, отвечая на такой вопрос, что даже нахождение на сегодняшний день прокуратуры Автономной Республики Крым на материковой части, не на территории, там, где совершаются преступления, а также органов правопорядка, это полиция, СБУ Крыма, которые тоже размещены на материковой части, оно не мешает и не приостанавливает расследование уголовных производств, которые мы должны расследовать и выполнять требования Уголовного процессуального кодекса, чтобы каждый, кто виновен в силу своей вины, был наказан, а невиновный не подвергся наказанию. На сегодняшний день у нас в процессуальном руководстве мы осуществляем 150 уголовных производств, именно которые связаны с нарушением прав и свобод людей. Из них как раз в части убийств и без вести пропавших граждан, мы квалифицируем по национальному законодательству их по статье 115 уголовного кодекса Украины, это 29 уголовных производств касательно 38 потерпевших. А скажите, пожалуйста, вы назвали эту статью, это что это? Покушение на что? То есть, что это за статья? 115-я это статья умышленное убийство. То есть, по людям, которые без вести пропавшие, местонахождение их неизвестно, национальное законодательство квалифицирует это как умышленное убийство с позначкой, с обозначением без вести пропавшей. Понятно. Да. Хорошо, да. И вот что вы делаете для того, чтобы установить, вот где находятся эти люди? На сегодняшний день вообще институты Уголовно-процессуального кодекса предоставляет широкий спектр возможностей использования механизмом расследования это дел, назовем так, с удалением территории, применение технических средств, назовем так, различных способов и средств расследования, как бы не могу полностью их оглашать и разглашать. Ну и таких институтов всех известны, как специальное досудебное расследование, институт восстановления материалов уголовных производств, мы, кстати, их тоже используем в том числе. Ну и немаловажный, ну это естественно и взаимодействие с общественными организациями, постоянный мониторинг средств массовой информации и правозащитными организациями, которые, ну, в тесном сотрудничестве с нами и очень помогают для как бы для сдобутя, скажу, не могу перестать на русский, для сдобутя доказательств. Для получения доказательств. Максим, а скажите, пожалуйста, де-факто, да, Крым сейчас находится под контролем России, да, ну вот Крым оккупированная территория, но оккупацию осуществляет Российская Федерация. Тем не менее, вот если у вас механизм, не знаю, там, согласно которому прокуратура направляет запросы в Россию с требованием там предоставить какие-либо материалы, если там происходит тоже расследование по отношению к этим потерпевшим, или таких контактов вообще нет? Смотрите, я отвечу на этот вопрос таким образом, и в принципе, я думаю, что это правовая позиция, согласно Уголовно-процессуального кодекса, на первую очередь. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает взаимодействие между государствами, официальными странами, определяет соответствующие органы и взаимодействие в рамках международного сотрудничества по выдаче преступников, по передаче уголовных производств, по исполнению определенных решений судов, об изъятии документов, наложении арестов и прочее. На сегодняшний день, вы правильно сказали, и это юридический факт, упрежденный международными инстанциями, автономной республики Крым это временно оккупированная территория. Все органы, которые находятся там, они не являются официальными, и Украина не признает их таковыми, и это есть требования, в том числе, и закона о временной оккупации и правом режиме. То есть мы не можем проводить международное сотрудничество с органом, который мы не признаем. Это первый факт. Второй факт, мы не забываем, это автономная республика Крыма, она временно оккупированная территория, но это территория Украины. О каком международном сотрудничестве может идти вообще речь об этом механизме? Нет, вот смотри, я просто, Максим, я задаю этот вопрос не просто так, вот находился на территории Крыма даже был задержан человек, который подозревался в убийстве украинского гражданина на территории отдельных районов Донецка и Луганска областей. Ну, это общеизвестный факт, да, и Украина требовала его выдачи, да, вот этого человека, которого подозревали в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины. И Россия отказала. То есть было такое, да, то есть было требование выдайте нам вот этого человека, который подозревается в убийстве Ну, я вам ответил такой правовой механизм, на мой взгляд, как я вижу. То есть мы таким образом осуществляя с ними, ну, опять-таки, я же выдача была не направлена на взаимодействие с органами оккупационной власти. Да, 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 я понимаю это все. Я просто говорю о том, какие вот есть у Украины механизмы воздействия. Будем направлять им запросы, грубо говоря, в рамках международного мы таким образом легализируем временную оккупацию. Ну, оно противоречит вообще и здравому смыслу, и законодательной инициативе. Ну, я вам так хочу сказать, что, в принципе, на этом мы не останавливаемся. На сегодняшний день мы ищем пути, пути, ну, как разрешать эти ситуации. С учетом и международных требований, и резолюции ООН, да, которая признала факт часов оккупации именно территории автономной Крым и города Севастополя. Спасибо. Максим Прокопов, начальник отдела расследования прокуратуры Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио Крымреали. Напомню, что сейчас нас уже можно слушать круглосуточно в Крыму на частоте 105,9 ФМ. И мы продолжаем сегодняшнюю нашу программу и говорим дальше о пропавших людях на территории полуострова. Это тема, о которой молчат большинство крымских средств массовой информации. Говорим об этом с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, ну вот проблема пропавших, о которой практически не говорят крымские медиа. На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы российские чиновники, которые де-факто контролируют полуостров, все-таки занимались поиском пропавших? Ну, для начала в Крыму находятся остинки пропавших, которые должны подавать и следить в принципе с учетом привлечения адвокатов и громадских организаций за делом об исчезновении этих лиц. Плюс Украина со своей стороны должна постоянно напоминать на международном уровне о том, что в Крыму пропадают люди, давать список людей, периодически сообщать, кто возможно причастен к исчезновению этих людей, чтобы через международные организации давить на российские власти. Хорошо. Но вот люди говорят о том, что по их ощущениям, не только по ощущениям, а по информации, то есть некоторые дела открывают, потом российские правозащитники, например, которые им помогают, они снова открывают эти дела, но само расследование не ведется. Вот есть ли какой-то механизм, чтобы действительно не просто была написана бумага, и там было написано, что ведется расследование, а чтобы расследование велось? Вот факты, которые собирают российские правозащитники и родственники о том, что расследование в данный момент или остановлено как по делу решата Аметова, или вообще не ведется по некоторым решениям, большим людям. То есть можно говорить о том, что передавать информацию международной организациям и украинским нефтям, которые, опять же, должны, в свою очередь, тоже так же начинать дела по производству и, опять же, на международном уровне добить на Российскую Федерацию. Другого просто метода я не вижу, потому что российские власти, конечно, заявляют о том, что да, расследование ведется, но ничего не происходит. Полешатого метода дело ведется уже больше трех лет. Есть машина, номер машины, на которую вы возили. Есть видео его задержания, где его увозят люди, кратители самообороны. Но никто не задержит и эти лица, которые его увезли действительно и причастны, проходят по делу как свидетели. То есть установлены, даже установлены эти лица, но они проходят просто как свидетели? Да, да, да. Они говорят, что да, мы его забрали, отвезли, а что с ним дальше было, мы не знаем. Это видно, что российская власть не заинтересована в проведении этих расследований, подавить на нее как территорию оккупованного Крыма, так и территорию Российской Федерации довольно тяжело. Я думаю, механизм международных задействий для воздействия на проведение их расследований и опять же для ужесточения как санкций в отношении России за несчезновение на оккупированных территориях. А есть ли какие-то, ну я не знаю, вот есть система там Интерпола, а есть ли возможность допуска, ну не знаю, вот на территорию, которая контролирует сейчас Россия, каких-то международных сыщиков, если, ну простите, да, вот, ну за такое дилетантство, но тем не менее, вот есть ли такой механизм или нет? Интерпола это система взаимодействия, то есть это у нее нет, когда офиса, это получается, есть офис Интерпола Российской Федерации, которая, опять же, состоит из представителей МВД Российской Федерации. И Интерпол, он может задействоваться, как вот вы говорили по делу боевиков с Павелем Терчевым. В данном случае Интерпол сработал нормально, потому что его Украина объявила в розыск, поскольку есть довольно серьезные основания считать, что он причастен к убийству украинского гражданина. Понятно, но и все равно не выдали. Спасибо. Был с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Вы, напомню, что вы слушали радио Крымреалия, программу вел Александр Янковский. Всего вам доброго.